Здравствуйте, друзья. У нас гость в студии. Представляйтесь. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий. Я приехал с семьей в Нью-Йорк год тому назад. И вот сейчас я здесь, в Портнов Computer School. Но вы где-то были поначалу не здесь. Да, я не здесь. Я был в штате Нью-Йорк в Upstate. Это поближе к Ниагарскому водопаду. Почему-то, когда я говорю, что я из Нью-Йорка, все думают, что я из Групплина. Нет. Хорошо, давайте мы вот что. Я на самом деле хотел вас показать не только в силу колоритности внешней, но и в силу того, что вы на своей, можно сказать, шкуре испытали превратность рынка ориентованного жилья, съемного жилья. Вот расскажите про ваше злоключение. Давайте я вам, знаете что, кепочку только попрошу поменять, потому что мне ее подарили, ребята еще не видели. Вот это такая царская, можно сказать, белогвардейская, но это на самом деле... Что-то размер-то маловат. 60-й. Не знаю, надо 61-й. Ну мне как раз. У мечты куда денешь. Да, вот вы такой как, можно сказать, белогвардейец. Так давайте, хотя вам это больше, мне кажется. Вы сейчас смотрите, в какой вам лучше. Так вот, к жилью, к съему жилья. Да. Жилье оказалось совершенно неожиданной проблемой в Сириконовой долине для меня. Я не ожидал, что столкнулись с такими трудностями. А проблема заключалась в следующем. То есть заранее, конечно, я посмотрел крейк-лист. Это основной источник. Все в порядке. Написал какие-то имейлы с просьбой мне ответить. Никто не ответил, но я не был на власть, потому что не было еще студентов Паркнов Компьютер Скул, которые остались на улице. Ну и со спокойной душой я проехал 12 штатов из Нью-Йорка. На машине? На машине, да. Дорога живописная очень красивая. Шикарная дорога. То есть вы рекомендуете? Я просто наслаждаюсь и дорогой, и Америкой, и вот самим процессом. И ты смотришь разные штаты, ты видишь совершенно разное окружение. Интересный народ у нас живет, правда? Очень интересный. И мне так повезло, что я оказался в Белой Америке. И вот белый, я имею ввиду, Апстейт Нью-Йорка, Север Нью-Йорка, ну там 98%. То есть там нет мексиканства? Нет. Вот. И это определенная такая, ну если может быть не совсем правильно сказать, субкультура. Вот. И ты когда едешь, то все вот эти северные штаты, они такие же. Ну... А я извиняюсь, из Индии народ встречается? Нет. Вообще нет. То есть не то, что не встречается. Вообще нет. То есть вы ехали по северу, по северу, куда-нибудь Вашингтон, да? Нет, не Вашингтон. Через Чикаго, дальше Байоминг, дальше Юта, Солт-Лейк Сити. Ну, на самом деле это вот прямая такая линия. Но уже вы Юта, Солт-Лейк Сити, вы уже так южнее пошли? Нет, не южнее. А как вы все-таки на юг-то попали? Через что? Через... Ну, самый ближайший город, это Солт-Лейк Сити. Прямо от Солт-Лейк Сити. А, и потом Алта. Ну да, Алта, Солт-Лейк Сити. То есть через Рено? Через Рено. А, я понял. Через Неваду. Да, через Неваду. А, ну тогда, да, там хорошо. Горы красивые, правда? Ой, роскошные. Роскошные. Причем у меня в GPS был установлен параметр высоты над уровнем моря. Так. Я удивился, на какой высоте проходит дорога. Вот на Ваш взгляд, какая высота? Ну, то, что я знаю, например, на озере Тахо, там в Неваде, там что-нибудь 6 тысяч футов, там 2 километра. Футов. 10 тысяч футов. Ну, это Колорадо где-нибудь. Это не Колорадо, это Вайвинг. Ну, конечно. 10 тысяч. Там город, да. Причем мне так не повезло, что всю дорогу я был в дожде. Всю дорогу. То есть все 4 с половиной дня был дождь. И только приехав в Солнечную Калифорнию, дождь закончился. А у нас тут нет ничего. Одним все, другим ничего. Ну, то есть дорога была очень интересная. И дорога была запланирована таким образом, чтобы я приезжал в пятницу в первую половину дня. Чтобы в пятницу я уже на месте, сразу нашел квартиру и, в общем-то, уже в субботу, грубо говоря, въехал. И что оказалось? Оказалось следующее. Я, естественно, заехал представиться в школу Паркнова. В пятницу? В пятницу. Аня на фронт-деске мне дала любезно телефончик адрес комплекса, апартамент. Говорит, вот тут ты 100% снимешь. Я пошел, поехал сразу же из школы. Ну, тут 2 минуты пешком идти. Мне говорят, да, есть квартиры, но только в конце августа. А сейчас нету. Ну, я не расстроился. У меня гостиница уже была забронирована. Я проработал с интернетом в субботу. И я искал студию на одного человека. Я не хотел румейта. Я искал студию на три месяца. Я нашел студию на три месяца. 2400 долларов. И в субботу я имел опойт. Не меблированную? Не меблированную, но приехал. Мне показали. Замечательная студия. Крохотная. Ну, чуть больше вашего кабинета. Но там удобно было то, что встроенная мебель. Во встроенной мебели была кровать, которая вот так вот откидывается. А когда закрывается, это зеркало. Ну, думаю, уже хорошо. Не надо в одном матрасе все-таки спать. Так. А, все-таки кровать. Все-таки кровать была. Пошли в офис. Значит, менеджер мне стал рассказывать, как стадия подписания лица договора. И говорит, вот финансы. На три месяца у нас цена вот такая. Была предварительно 2400. А на три месяца 3600. В месяц? В месяц. Я сказал, ну, нет. Жалко, что вы мне не сказали об этом по телефону. Потому что я говорил, что на три месяца мне это не подходит. Ну, к сожалению, все. Это уже было конец суббота. Уже все офисы были закрыты. В воскресенье я провел в славном курортном местечке Санта-Круз. Такое сакральное место для серфинга. Мне очень понравилось. По даунтауну погуляли. Да. У некоторых там зажиточных американцев есть дача в этих Санта-Крузах. Есть у некоторых. Да. Даже не очень. Вот. В понедельник вернулся, в понедельник 13-го вернулся обратно в Mountain View. Продолжил поиски на местности. Мало того, голова все время работала. А что же делать? Вот такой exploratory testing, что называется. Это попробовать, это попробовать. Причем юзер действовал так, как и ожидалось. То есть, но реакция системы была везде негативная. То есть, у них много applications есть, да, на каждой квартире? У них много applications есть. То есть, одно из ключевых фраз, одно из ключевых слов – это now. Now impossible. То есть, требуется 2-3 недели подождать, когда квартира будет. Ну да. Допустим, человек выезжает, они знают, что он завтра выезжает, но им нужно там сделать, освежить карпет, почистить. То есть, они уже знают, что будет, но надо какую-то работу произвести. Потом я заехал в школу, вы мне сказали, подожди, а почему ты на 3 месяца ищешь? Неправильно. Это второе ключевое слово. То есть, не надо искать на 3 месяца, не надо ставить систему в заранее нерешаемую ситуацию. Агрессивную. Да. 6 месяцев. Я в понедельник уже был готов на 6 месяцев. Ну, действительно, если на практику пойти, то оно так приближается к 6, конечно. Но квартир-то нету. То есть, все квартиры там через 2-3 недели, в сентябре и так далее. Я нашел одно из ваших видео, где вы трех девочек перевозили из мотеля в комплекс рядом со школой. Я внимательно посмотрел, и вы спрашиваете у девочек про стоимость квартиры. Они говорят, 1800 первый месяц, 1900 второй месяц, но это дорого, потому что мы помесячно. Еще у меня оставалась надежда, что я помесячно мне удастся снять. Я вычислил адрес этого комплекса, приезжаю, там такая аристократическая бабушка-менеджер. Говорит, нет, вот нам бременщики не нужны. Я говорю, в каком смысле? Ну, мы хотим видеть в наших лицах постоянных резидентов. То есть, вот на 3 месяца или на 6 месяцев, не получается. Я говорю, а как же месяц по месяцу? Ну, вот мы хотим. Они теперь стали переборчивые, конечно? Они стали переборчивые. Ну, настроение, честно говоря, испортилось. То есть, я очень по всем направлениям активно отработал, и, в общем, результат был ноль. Вы помните, как в Мистери Твистере, этот страшный сон, вот этого Мистера Твистера, говорит, нет, отвечают в Америке мест. Именно! 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 И, ну, что делать? Ну, думаю, ну, буду жить в гостинице, пока не найду. На самом деле, по цене не сильно отличается даже. Ну, Mountain View – это очень дорогое место. Это центр Силиконовой долины, я так понимаю. Ну, да, более-менее, да. Ну, ну, ладно, гостиницу сниму подешевле. Ну, значит, подальше, ну, в 20 милях Сан-Хазель. Ну, прекрасный, прекрасный отель. На следующий день занятия. Я утром за час десять выезжаю из отеля, чтобы не опоздать. 20 миль. GPS, мне говорит, 19 с половиной минут. Я опоздал. То есть, второе… Ну, даже в десять утра уже. Да, за час десять я должен был в десять приехать, а я приехал в 10.03. То есть, второе ключевое или третье ключевое слово – это трафик. Я такого трафика даже не припомню, где я видел. То есть, стоит все во всех направлениях. Это в Сан-Хазе когда? Когда из Сан-Хазе едешь сюда. Да. То есть, я понял совершенно точно, что надо квартиру не в каком Сан-Хазе искать, а искать обязательно рядом со школой, потому что там дешевле, но ты устанешь вообще ездить. Нереально. И бензин, и… Конечно. Ну, а время – час десять в одну сторону. Да. Задача-то заключается не в том, чтобы дешевле, а чтобы максимально ты продуктивно… Ну, у разных людей разные критерии оптимизации. Надо сказать, что наш усредненный студент гораздо легче переживает неудобство, чем расход. Может быть. Да. Соответственно, началось первое занятие. Я опять пытаюсь что-то на месте выяснить, найти, куда-то хожу. Познакомился со студентами. Тут выяснилось, что примерно половина группы в такой же ситуации. Не имеют квартир, не имеют румейтов, не имеют комнат. Пытаются сейчас что-то найти. На ходу. На ходу. Во вторник ничего не получилось. В среду у нас было занятие в другой аудитории, в Силвер. И конец занятий я повернулся… Я сидел на последнем ряду, повернулся и увидел, что на стене висит доска объявлений. Да. И на доске объявлений разные телефончики висят. Позвонил по одному, по другому. Квартиры сданы. Позвонил третьему. Говорит, есть. Приезжайте. Одна бодрунная квартира. Две двести. Я приехал. То есть это дешевле, чем там у нас студия была? Конечно. Но приличный размер. Приезжаю. Менеджер мне показывает. Рядом. Я не знаю. Двести метров от школы. Квартира в скромном комплексе, но она капитально отремонтирована. Двери, окна, полы, кухонная мебель, кухонное все оборудование, включая посудомоечную. Карпет новый. Все новое. Светильники новые. Новая ванна. Все новое. Это вам просто повезло. Я говорю, я беру. Я хочу это взять. Он говорит, поехали в офис. В офис я оставляю там 450 долларов аванса, 35 долларов оплачиваю за аппликейшн. Проверка кредита. Да. И уже почти готов подписать аппликейшн форму. А мне говорят, рекомендательное письмо. И тут я понимаю, что рекомендательное письмо, кроме Портнов компьютерского, никто мне не даст. А я их каждый месяц пишу, там десяток. Но я этого не знал. Спасибо Михаилу Портнову. Да. Да. Я получил это письмо. Послал просто по e-mail. На следующий мне день пришло одобрение. И в пятницу я благополучно. Без письма у вас бы не взяли 425 downpayment, а может бы сказали еще пару тысяч на security deposit дополнительно. Я думаю, просто бы отказались. Потому что когда я смотрел студию за 2400, я говорю, которая на три месяца стоила 3600, я говорю, давай я вперед за три месяца заплачу. Он говорит, нет, 3600. Можешь вперед заплатить за три месяца. Но 3600 это дороже, чем в гостинице, в принципе. Ну, это... Скажи, в гостинице долларов за 70 можно снять... Четвертое ключевое слово в моих комментариях по квартирному вопросу отеля. Понимаете, в Силиконовой долине все наоборот, не как во всем мире. По стоимости. То есть я приезжаю в пятницу. Супер отель в итальянском стиле Zico. Недалеко. Тут каменный рио. Вы каждый день проезжаете мимо, просто не обращайте внимания. И... 119 долларов. Это очень дешево. Ну, ничего себе! Такой отель такого уровня 119 долларов. Да. Это с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье 179 долларов. А в среду, со среды на четверг... Как вы думаете, сколько в этом отеле стоит? Понятнее. 499 без таксов. Ну, это дурдом какой-то. Абсолютно. Это дурдом. Но вы знаете, что? У нас есть, например, такая сеть, как Мотел Сикс. Это сеть недорогих... Прекрасный отель. Вот я в Сан-Хозе в нем останавливаю. Если вы еще и в Триплэе, то вы можете вообще за 55 долларов, ну, плюс такс и так далее. То есть, если вы просто под дневно берете, это стоит 60 долларов, 65 с налогом. Нет, в Сан-Хозе стоит 100 долларов ровно. Это как бы в хорошее время? Во все времена. Мотель 6 не меняют ценник по неделю. Правда, вот у нас ближайшие, в Сан-Вейле есть парочку. В Сан-Вейле есть. Может быть, студенты в Стэнфорд поступают. Может быть, еще что-то. Я не знаю. Я думаю, что просто люди переезжают, и им нужно детей в школу отдать. Поэтому до, скажем, середины августа надо въехать, и там, чтобы школы были. Потом будет спокойнее. Сентябрь, октябрь намного спокойнее. Так сказать, небольшой совет к комментариям будущим студентам. Во-первых, будьте готовы к тому, что now это довольно сложно снять. То есть, нужно иметь запас времени неделю-две и быть готовым к этому. Ну, знаете что, у нас следующая группа в октябре, 13-го. Я думаю, что будет намного-намного проще. Может быть. Мы тогда расскажем отдельно. Да, может быть. Второе, не пытайтесь снять, пользуясь какими-нибудь предположениями, на три месяца. Не снять на три месяца. То есть, можно снять, но это совсем неразумные деньги стоят. У них есть выбор, поэтому они перебирают. И, конечно, не пытайтесь отправлять электронной почте какие-то сообщения, которые Craig List предлагает в качестве связи. Надо всегда звонить. Может быть, если вы звоните из Нью-Йорка и квартира сейчас есть, когда вы приедете, ее не будет, но вы, по крайней мере, будете знать, что она есть сейчас.